Давайте откроем Иоанна первую главу. Многие уже догадались, что там написано. Изначально был тот, кто является словом. Он был с Богом, и он был Бог. Он изначально был с Богом, через него все было сотворено, ничто не было сотворено без него. Он был источником жизни, и жизнь была светом для людей. Свет сияет во тьме, и тьма его поглотить не смогла. Был человек, посланный Богом, имя его Иоанн. Он пришел для свидетельства, для того, чтобы стать свидетелем света, и чтобы поверили все через него. Сам он не был светом, но пришел для того, чтобы стать свидетелем света. Этот свет был истинный свет, освящающий всех, кто рождается в мир. Он был в мире, но хотя мир через него сотворен, мир его не узнал. Он пришел к своим, но свои его не приняли. Тем же, кто принял его, он даровал право быть детьми Бога. Это те, кто верят в него, и кто родился не от крови, не от плотской страсти, не от мужского желания, но от Бога. И тот, кто является словом, стал человеком и жил среди нас. Иоанн так начинает свое благословение, свое Евангелие. Все евангелисты, все четыре Евангелия, они немного по-разному начинаются. И это понятно, что это разные люди, которые писали для... Как бы у них немного разные цели были. Написание цели одна, но к разным людям они писали. И он начинает с того, что если Лука чуть по-другому начинает, то он... Я увидел, что у них тоже было свое понимание у каждого. Вот евангелисты четыре, они писали. И у каждого было то, на чем он сделал какой-то акцент, а другой не сделал. И это тоже интересно. Потому что, ну, можно прослеживать, что одного, например, вот постигло какое-то откровение, да, и он прям изложил это в Евангелие. А другой на это, ну, не обратил внимания. И на самом деле мы все уникальны в этом смысле. Да, потому что Бог говорит каждому через одно и то же слово, но именно то, что тебе нужно услышать. И именно это слово может изменить твою жизнь. И это слово однажды, именно слово, да, потому что именно с него все началось. Говорится, что без него вообще начала никакого не было. Понимаете? Слово. Вот то, что я сейчас говорю, это является словом. И вот в слове Бога есть такая сила. Вообще мы говорим, когда мы произносим слова, да, определенные. Но в слове Бога есть такая сила. И в наших словах есть сила определенная Но в Слове Бога есть такая сила Которая запустила процесс Процесс вообще сотворения всего мира Вообще вселенной Ничего не было пока Бог не сказал И это не укладывается в разуме Но тем не менее так произошло И когда Бог сказал Мы читаем Бытие первую главу То стало быть и свет и все остальное И вот говорится что вот это слово Вообще все начинается в духовном мире То есть нужно понимать Что существует духовный мир И существует физический мир И вот когда Бог Бог есть Дух Когда Он говорит Это выходит из Духа В духовном мире это сказано И это притворяется в жизнь И мы видим это физическими глазами Все сотворено таким образом Да через слово Поэтому все начинается В духовном мире Вот если бы в духовном мире Не было сказано слово То ничего физического бы мы не видели Вот то что есть То есть там вообще все начало Как бы все происходит только там Любое начало Любое событие которое произошло Оно произошло из духовного мира Когда Бог сказал И началом всему Соответственно было слово То есть как бы Бог задумал что-то Но ничего не происходило Но когда Он сказал Это произошло И вот это именно слово Я просто хочу Ну Акцентировать внимание на том Какую силу имеет слово Да Само слово Бога То есть Оно имеет огромнейший потенциал Такой огромный Что даже у нас в разуме Это не укладывается И это содержится в слове Бога Да То есть вы представляете Как это вообще происходит Как это вообще может быть Насколько это Ну Необъяснимо Скажем так Что содержит в себе слово Бога Без него вообще ничего не начало быть И вообще без него ничего не будет И вообще все держится Словом Все Абсолютно И Там Ученые пытаются конечно Выяснить все это Но они выясняют факты Как что на чем основано И так далее Как все это работает Взаимодействует Но на самом деле Если убрать Основание всего этого Это слово Бога То Исследовать даже нечего будет Потому что ничего не останется И Вот это слово Вот это слово Да Оно Пришло на землю Написано Поселилось в человека И обитало с нами Как Иоанн говорит Иоанн говорит Что мы его видели Наши глаза его видели И оно было В облике человека Интересно то Что как бы Это слово Оно знаете Не сияло И не было каким-то мощным С видом Написано Что ни вида Ни величия Не было в нем Иисус Христос Был очень простой Он был как обычный человек Настолько простой Что Людям даже было трудно поверить То что он является Христом Это мы видим картинки Где там Ореол Там у него вокруг Там был такой И так далее И тому подобное Но он был простой человек Как бы И И вот Он внутри себя Да Содержал Внутри плоти Я имею ввиду Да На тот момент Когда он здесь появился Это Вот это вот слово Без которого ничего Не начало быть Абсолютно ничего Да И представляете Что Как это произошло Что Мария Она не зная мужа Она родила Да От Святого Духа И Это достаточно интересно Почему Потому что Никто об этом не знал Только знала она Знал Иосиф Ну наверное еще Захария И его жена Елизавета И все И то потому что У них тоже Был необычный опыт С сыном И тогда они с ними Могли поделиться О происшедшем Другие Наверное Даже не знали О том что Мария Зачела От Святого Духа Потому что Кому-то об этом Расскажешь Вообще В такой ситуации Да Я думаю Ни Иосиф Ни Мария Об этом Никому не говорили И Родословно Иисуса Христа Она написана Таким образом Что Иисус Он произошел От Иосифа То есть Он был Сыном Авраама Сыном Давида Да По всей родословной Но по факту Иосиф даже Не прикасался Марии Раньше Чем она родила Иисуса Потом у них были Другие дети Там все было По другому Но именно Иисус Родился Родился Плоть Да В которой он находился Родился От нетленного семени Родился От Бога Непосредственно То есть Дух Святой Сошел И Насадил в нее Семя И она родила И для того Чтобы вообще Ребенок родился Это необходимо Да То есть Семя Мы говорим О семени И вот Получилось так Что он Как думали Был Продословный Сыном Давида Сыном Авраама Божьим Но Мы знаем Они не знали Тогда А мы знаем Что он был Божьим Прямо напрямую Как бы Да Сразу То есть Мария Зачела Сразу От Духа Святого И Это вот Это слово Да С которого Мы начали Без которого Вообще Ничего не может быть То есть Слово Которое Имеет Такую Мощь Скажем так Что Была Сотворена Вселенная Вот И понимаете Как бы В чем Фишка В том Что Говорится Что Те Кто Приняли Его Он Пришел К своим И Свои Его Не Приняли Но Написано Про Тех Кто Его Принял Да Тем же Кто Принял Его Он Даровал Право Быть Детьми Бога Это Те Кто Верит В Него Кто Родился Не От Крови Не От Плотской Страсти Не От Мужского Желания Но От Бога И Вот Здесь Говорится Уже Про Нас И Говорится То же Самое Можно Сказать Что Про Иисуса Христа Вообще Иисус Он Уподобился Многим Братьям Написано Он Он Был Первенец А Здесь Говорится Что Те Кто Приняли Его Да Они Были Рождены От Этого Же Самого Слова Это Вообще Круто Если Если Как Б Вот Задуматься Об Этому Если Это Поселяется Вовнутрь Тебя В Твое Сердце В Твою Жизнь Что Понимаешь Это Ну Это Вообще Как Это Христианская Жизнь Это Вот То Чудо Которое Бог Делает Может Быть Как Многие Кто Здесь Присутствует Они Не Осознают Этот Факт Но На самом Деле Те Кто Приняли Иисуса Христа Однажды Они Родились От Этого Нетленного Слова Не Не От Желания Человека Не А От Бога Прям От Его Нетленного Слова И Это Понимаете Это Это Ну Что Это Вообще Дает Как И И тут В чем В чем Как Бы Ну Есть Недопонимание В том Что Мы Не Видим Себя Таковыми Да Ну Я Например Знаю Что Я Рожден От Бога Почему Потому Что Когда Иисус Объяснял Никодиму О том Что Такое Рождение Он Ему Говорил Что Дух Дышит Где Хочет И Не Знаешь Откуда Приходит И Куда Уходит И Так Происходит Со Всяким Рожденным От Бога И Я Точно Знаю Что В моей Жизни Так Происходит Да И Когда Это Стало Происходить То Я Понял Что Я Возрожденный Человек Но Параллельно С этим Я Не Видел Себя Супер Святым Ко Мне Приходили Какие То Мысли Меня Одолевали Какие То Желания И Так Далее И Тогда Ты Думаешь Что Ну Если Я Рожден Заново И Здесь Параллельно С этим У меня Есть Какие То Там Ну Моменты Которые Далеки Скажем Так От Божьих Стандардов Тогда Как Вообще Это Все Но Это Уживается Почему Потому что Рожден Был Наш Дух И Мы Родились От Бога Рожден Был Наш Дух Понимаете И Духовная Жизнь И Физическая Жизнь Это Вообще Как Бы Два Разных Мира Мы Напрямую Ощутить Пощупать То Что Есть В Духе Мы Не Способны Просто Как Люди Ну Этого Не Может Быть Мы Можем Мы Можем Просто Последствия Этого Видеть Поэтому Иисус Сравнивает Это С ветром То Есть Как Бы Когда Ты Голос Его Слышишь Да Когда Ветер Дует Ты Видишь Последствия Но Ты Не Знаешь Откуда Он Приходит И Куда Уходит Когда Из Нашего Духа Из Возрожденного Начинает Дуть Этот Ветер Когда Начинают Происходить Какие-то События Необычные Для Твоего Сердца Не для Окружающих А для Твоего Сердца Тогда Ты Понимаешь Что Происходит Что-то И вот Здесь Либо Работает Твоя Вера Либо Работают Твои Сомнения А это Случайность А этого Не может Быть А это И Сомнения Знаешь Они Откуда Приходят От того Что Тебе Дьявол Их Навязывает И Рассказывает Неправильные Истории Ты Читаешь То Что Вот Здесь Написано В Библии И В этом Разница То есть Когда Ты Возрожденный Человек Ты Не становишься Каким-то Суперменом Ты просто Начинаешь Ты начинаешь Слышать Этот ветер Ты начинаешь Видеть Эти последствия И Примечательно То Что Первое Время Об этом Никто Не узнает Кроме Тебя То есть Когда Человек Рождается Заново Никто Об этом Не узнает Узнаешь Только Ты Об этом В первую В первую Очередь Когда Этот Процесс Начинается Почему Потому что Мария Она Когда Зачела Она Вообще Первое Время Даже Сама Не Понимала Что Она Беременна Было Просто Слово И Все Понимаешь То есть Бог Он Через Ангела Сказал Ей Что Ты Зачнешь В очреве И Будешь Носить Младенца И Родишь И Она Говорит Как Это Произойдет Бух Сойдет На Тебя И Ты От него Зачнешь Она Говорит Хорошо И Все И После Того Как Ангел Ушел Она Сразу У нее Живот Не Вырос Правильно В этот же Момент То есть Она Даже Не Ощущала Ничего Первые Месяцы Она Даже Не Понимала Что Она Беременна Но Слово Было Обещание Было Вот Здесь Есть Обещание Для Каждого Из Нас Понимаешь И Когда Ты Их Читаешь И Когда Ты Слушаешь Когда Оно Попадает В тебя Как Вот Это Семя Семя Как Слово Которое Произвело Вообще Вселенную И Слово С которого Вообще Все Начинается Если Ты Хочешь Изменений Каких В своей Жизни Действительно Изменений Не В кавычках Так Сказать А Реальных Изменений Тогда Только Это Слово Может Тебя Изменить По Настоящему Когда Оно Когда Оно Работает Таким Образом То есть Когда Оно Сеется И Приносит Плод Если Это Слово Не Сеется В Твое Сердце Оно Не Принесет Плод Понимаешь Это Для Этого Даже Ничего Делать Не Надо Для Этого Нужно Чтобы Оно Было Там Посеяно Но Как Многие Поступают Они Они Слышат То Что Даже Не Размышляют Даже Не 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 Стараются Задуматься О том Что Они Услышали О том Что Они Прочитали Да И Ничего Не Происходит Ну Конечно Ничего Не Будет Происходить Почему Потому Что Оно Должно Попасть Вовнутрь Тебя И Оно Должно Как Бы Расти И Тогда Оно Произведет Само Свою Работу Да Как Как Говорится Вот Есть Притча В Библии Что Семя Когда Попадает В землю Оно Начинает Расти И Сначала Зелень Потом Колос Потом Полное Зерно В колосе А человек Он даже Не Понимает Как Это Происходит Он Приходит Смотрит Вчера Посеялся Он Пришел А Ничего Нет Но Процесс Уже Начался И Проходит Какое То Время И Он Ничего Не Делает Он Просто Поливает И Все Он Вообще Ничего Не Делает Если Мы Думаем Что Какие То Усилия Нужно Прилагать Чтобы Наша Жизнь Она Стала Меняться То Мы Ошибаемся Почему Потому Что Слово Бога Вообще Все Сделало Включая Нас Самих То Бог Сказал И Это Стало Происходить Тогда Вот Это Самое Слово Должно Быть Посеяно Внутри Тебя И Оно Само Произведет Тебе Работу Оно Само Принесет Радость В твою Жизнь Оно Само Принесет Победу В твою Жизнь Оно Само Сделает Тебя Успешным Оно Само Это Сделает Как Только Ты Его Глушишь И Перестаешь Ему Возможность Давать Расти И Приносить Плод А Начинаешь Все Это Производить Своими Силами То Ты Начинаешь Страдать От Этого Потому Что Это Не Получается Ты Хочешь Сделать А Там Не Получается Здесь Не Получается Здесь У тебя Есть Успех Но Ты Променял Этот Успех На Радость Которая У тебя Была На Отношение С Людьми И Ты Одно Лечишь Другое Калечишь Но Бог Не Так Бог Он То Что Дает Понимаешь Оно Не Приносит Собой Печали Слово Бога Которая Сеется И Растет В твоем Сердце И В моем Тоже Оно Не Приносит Печали Оно Приносит Хороший Плод Оно Приносит Хороший Результат Причем Делает Это Само Иисус Сравнивает Это Не Просто Так Не Для Того Чтобы Научить Нас Как Выращивать Помидоры А Для Того Чтобы Дать Понять Каким Образом Происходит Это И Прикладывать Усилия Нужно Не К Тому Чтобы Иметь Правильное Поведение Понимаешь А К Тому Чтобы Это Слово Оно Находилось Внутри Тебя И Мария Она До Определенного Времени Даже Сама Не Знала Что Она Беременная Потом Она Стала Это Чувствовать Только Она Никто Больше Потом Другие Стали Замечать Что 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 Не То И Потом Когда Она Родила Появился Плод Все Об этом Узнали Вот Так Это Работает Слово Которое Попадает В тебя Оно Само Начинает Расти И Первое Время Только Ты Знаешь Об Этому Никто Об Этому Не Знает Только Ты Знаешь Об Этому И Вокруг Тебя Об Этому Даже Не Догадываются Поэтому Здесь Например Сидят Люди Которые В будущем Будут Успешными Счастливыми Радостными Людьми Несмотря На То Что Сейчас По Ним Этого Не Скажешь Почему Потому Что Это Слово Бога Делает Эту Работу Да А Не Ты Сам Не Твоя Внешность И так Далее И Внешне Сейчас Может быть Этого Незаметно Но Бог Совершает Эту Работу Это Точно Поэтому Что Я хочу Сказать Что Вот Это Слово Оно Попадает Оно Попадает И Оно Действует Оно Оно Реально Действует Но Не у Всех Теперь Почему Не у Всех На самом деле Это Слово Вообще Как Очень Сильно Мощно Ну Вообще Как Благодаря Этому Слову Мы Существуем И Вот Не Зря Иисус Он Сравнивает То есть Иоанн Сравнивает Жизнь Иисуса Христа С нашей Жизнью Он Говорит Иисус Родился Иисус Родился Так же Он Родился От Нетленного Семени От Слова Божьего От Духа Святого И Здесь Он Говорит Что Те Кто Приняли Его С ними Произошло То же Самое Вы Вообще То Как бы Рождены От Бога Если Ты Действительно Этот Ну Если Это Семя Посеяно Тебя Если Твой Дух Возрожденный Если Ты Слышишь Этот Ветер Если Ты Видишь Эти Последствия Причем Я Тебе Говорю Что Первое Время Никто Этого Не Будет Знать Кроме Тебя Одного То Знаешь Мой Совет Возьми Вот Это Слово И Начинай Им Питаться Прям Вот Самое Лучшее Время В моей Жизни Это Было То Первое Время Вот В этом Отношении Я Сейчас Как Б Стараюсь К этому Возвращаться Почему Вот Это Сеяние Рост И Плод Это Вообще Постоянный Процесс В жизни Любого Христианина Если Ты Этого Не Делаешь Все Просто Начинает Чахнуть Вянуть Потому Что Элементарно Вы Когда Сажаете На дачу Помидоры Огурцы Вы Делаете Это Раз В жизни Или Каждый Год Да И Тут Все Понятно Почему Потому Что Слово Оно Должно Сеется Оно Должно Приносить Плод Оно Не Будет Развиваться И Приносить Тебе Радость Мудрость Успех В этом Мире Не Будет Если Оно Не Будет Сеяться Вовнутрь Твоего Сердца И Здесь Суть Не В том Что Чтобы Знать Что Здесь Написано А В том Что Это Процесс Как Это Процесс Роста Непосредственно И Некоторые Не Принимают И Так Сказать Не 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 Видят Плода В своей Жизни Да Потому Что Не Понимают То Что Они Слышат Просто Не Понимают И Все Вот Давайте Откроем Матфея 13 Главу И Иисус Здесь Рассказывает Притчу О Сейтеле Мы Не Будем Все Читать Потом Прочитайте Но Речь Идет Там О чем Что Сейтель Он Везде Сеял Свое Слово Да И Одно Семя Упало При Дороге Другое На Каменистую Почву Третья На Почву Где Было Много Сорняков И Четвертая На Хорошую Почву И Вот Только Четвертая Почва Она Принесла Хороший Плод И Вот Это Первая Почва При Дороге Как Здесь Говорится Иисус Объясняет Что Это Такое Вот 18 И Послушайте Что Значит Притч О Сеятеле Когда Человек Слушает Слово О Царстве И Не Уносит Посеянное В сердце Вообще Все Просто Вот Все Что Ты Слышишь Слово О Царстве Даже Все Что Ты Читаешь Если Ты Не Понимаешь Что Здесь Написано То В Скором Будущем Просто Ты Это Забудешь И Это Не Принесет Никакого Плода В Твоей Жизни Ничего Не Изменится Абсолютно Каким Ты Был Как Говорится Таким Ты И Остался Почему Именно Поэтому Первое Потому что Ты Даже Не Понял Вообще Не Понял О чем Идет Речь Но Для Того Чтобы Понять Нужно Приложить Усилия Да Какие Усилия Ну Нужно Читать Размышлять Нужно С кем То Поговорить Да Постараться Понять Вообще О чем Идет Речь Да Вообще В чем Суть Вопроса Вот Когда Ты Это Понимаешь Когда Ты Слово Которое Бог Говорит Когда Ты Его Понимаешь Тогда Оно Попадает Оно Попадает В то Место Откуда Дьявол Уже Не Сможет Украсть Сколько Раз Было Так Что Ты Слышишь Какую Ну Весть Да Евангельскую Весть Ты Например Слышишь И Реально Она Тебе Нравится Ну Ты Понимаешь Что Когда Ты Ее Слышишь Ну Это Как Да Действительно Если Это Действительно Так Это Вообще Ну Как Круто Это Подходит Это Это То Что Мне Нужно Проходит Там Два Три Месяца Ты Слышишь Ту же Самую Весть И Ты Думаешь Да Я Это Уже Слышал Почему Я Это Не Запомнил Почему Это Не Работает В Моей Жизни Почему Это Не Действует Я Же Это Раньше Уже Слышал Как Я Упустил Этот Момент Как Я Почему Я Не Стараюсь Кто Виноват В итоге Я Или Бог Что Так Происходит Почему Это Не Работает В моей Жизни Наверное Это Не Для Меня Наверное Это Не Для Меня Это Для Других Людей Для Него Они Рассказывают Что У них Это Работает А Проблема Ты Просто Знаешь В чем В том Что Ты Не Понял О чем Идет Речь И Дьявол Он Буквально Забирает Это У тебя Слово Сразу Ты Даже Не Вспоминаешь О нем Потому Что Ты Даже Не Понял Суть Что Значит Как Что Значит Покаяние Что Значит Рождение Свыше Что Значит Дух Святой Что Значит Быть Свободным Человеком От Каких-то Зависимостей Или От Своего Состояния Там Депрессивного Вот Я знаю Одного Человека Который Был У нас У него Проблема Депрессия Была Больше Чем Все Остальное Его Даже Назвали Из-за Этого Деп Вот Но Он Решил Свою Проблему Все Равно И Я Говорю У меня Самое Лучшее Время Было Когда Я Например Мог Жить И Мог Постоянно Пребывать В этом Слове Это На самом Деле Вот То время Это был 2000 Год Вот В это Время Я Изменился Я О Время 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 Объяснение, зачем это нужно делать И я вам скажу, что это понимание Меня освободило полностью от сигарет То есть моя внутренность Раньше, если я этого не соображал Не понимал, не задумывался об этом И никотиновая зависимость, она меня просто тянула И я в этом видел Какой-то, например, образ В этом образ видел И плюс еще зависимость действовала То сейчас мое сознание внутреннее Оно вообще не понимает Зачем это нужно делать Я вообще не способен Понять, зачем нужно курить У меня вообще, понимаете, нет вообще Не могу понять этого Зачем нужно вдыхать дым И выдыхать его Я понимаю о зависимости Когда никотиновая зависимость Я знаю, что это такое, я курил 15 лет Но сейчас я не могу Этого понять То есть Бог изменил Мой внутренний Менталитет в этом отношении Так, что у меня даже не стоит вопрос О том, возвращаться к этому или нет Это совершенно непонятная вещь для меня И Но даже если бы я закурил Я бы не попал за это в ад Понимаешь, то же самое относится к алкоголю В Библии нигде не говорится, что Ну, за то, что ты выпил, ты попадешь в ад Пьяницы, алкоголики Те, кто допьяна, напиваются Ну, понимаете, то есть как бы Это такой вопрос, который Который не все однозначно трактуют Но давайте будем основывать Вообще как бы свою веру на том, что написано в Библии Да, на том, что придумывают люди Потому что то, что придумывают люди Если они что-то дополняют К тому слову, что здесь сказано Это теряет силу Это сразу теряет силу Потому что так именно действует дьявол Именно таким образом он это делает Он с этого начал, ну, свой обман И он таким же образом действует до сегодняшнего дня Понимаете, когда человек не понимает Слова Правильно не понимает его То дьявол просто приходит его и забирает Почему? Потому что он не понял Потому что ненастоящее Слово Бога Ненастоящее, да Оно не принесет никакого плода Я всегда, у меня было убеждение в том Что Бог, Он всегда защищает Своё Слово Да, и думал, как же это работает Как же это работает Он защищает Своё Слово Только истинное Слово Только то Слово, которое является истиной Оно само произрастет Оно само принесет плод Оно само сделает свою работу в твоей жизни В твоем сердце Но то Слово, которое разбавлено чем-то Которое не является истиной К чему что-то добавлено Или из которого что-то убрано Оно не принесет никакого плода Оно будет внутри тебя Ты будешь знать его Ты будешь стремиться делать так Как ты знаешь, как тебя научили Но никаких изменений Ничего не меняется Почему? Да потому что Слово, которое внутри тебя Да? Оно ненастоящее Оно неправильно Оно искажено Это же дьявол сделал С самого начала Это не то слово, которое имеет потенциал Которое сотворило землю, небо Которое держит всё Это не это слово Нет Потому что если мы смотрим бытие Мы видим там, что Дьявол, он начинает так Он говорит к Еве Подлинно ли сказал Бог Подлинно ли И искушает её таким образом А каким образом? Во-первых, сама Ева дополняет там Она говорит того, что Бог не сказал Суть-то в чём была Что Бог сказал Адаму Раньше, чем Ева появилась Адам потом передал это Еве Ева это поняла как-то по-своему И проблема была не в Еве вообще А в том, что дьявол нашёл слабую точку И в каком-то смысле Мы, люди Мы сотворили дьявола Потому что Бог не создавал дьявола Он и создал Люцифера И это был самый крутой ангел на небе А мы позволили ему стать дьяволом Почему? Потому что мы позволили себя обмануть Он захотел этого, да Но если бы они тогда отказались Ничего бы не произошло Но как он это сделал? Он добавил к слову Бога Что-то И Ева стала уже сомневаться У Евы и совсем там Не всё правильно было Ну с этим пониманием Потому что либо Адам ей что-то неправильно передал Либо она что-то неправильно поняла Но она дополнила Дополнила то, что сказал Бог Своими словами И плюс ещё дьявол Который тоже И вот через то, что произошло Мы, знаете, что сделали? Мы дали власть дьяволу на этой земле Адам и Ева своим поступком совершили это Они отдали ему власть Отдали ему власть Потому что человек ослушался Бога И он до сих пор делает точно так же дьявол Он пытается исказить слово Чуть-чуть, хотя бы капельку Но исказить слово И после этого оно не принесёт плод Это уже будет не словом Бога Это будет слово, которое приправлено ядом Да, вы знаете, что яд его в навоз не добавляют Что его добавляют во вкусную еду, да? Но потом человек умирает И вот так работает дьявол до сих пор И знаете, что сделал Иисус? Он забрал на него обратно эту власть И произошло это как раз вот Во время искушения в пустыне Потому что дьявол именно Ну, там именно так и искушал Иисуса Так же, как искушал Адама и Ева Но в этот раз у него не получилось Да? Именно в этом и состоит победа Понимаете, мне вот, например Я говорю то, что я сейчас понимаю Потому что раньше, когда я крестился Я слышал истории, что Ну, сейчас, возможно, вас ожидает пустыня И там, как бы, будет трудное время Я это слышал, но что-то у меня не было никакой пустыни Вот А ещё у нас были люди, которые после крещения исчезали Они вот сегодня крестились, а завтра их нет И ты думаешь, а где этот человек? Он вчера крестился А тебе говорят Он ушёл в пустыню Бороться с дьяволом Вот Сейчас я понимаю, что мне Вообще, как бы, совершенно не обязательно Отправляться ни в какую пустыню Почему? А потому что Иисус сделал это за меня Мне вообще с ним бороться не надо, как бы Ну, в этом смысле Да, чтобы завоёвывать победу Победа уже принадлежит нам Победа, она заключается в истине Божьего Слова, да И истина делает вас свободными Победа в том, что мы должны вообще правильно понимать То, что здесь написано Если мы не понимаем Если мы не имеем этого откровения от Бога То Это просто слова Через них дьявол может обманывать Может вообще твоей жизнью управлять, как хочет Да Налево, направо, как Даже через это слово он может это делать Если ты неправильно его понимаешь И это важно знать Почему? Потому что многие притыкаются об этом Потому что им где-то проповедуют Но это слово, оно не действует в их жизни И они думают, да всё это фигня вообще Всё это не работает Всё это вообще не для меня В общем и целом Но на самом деле не всё, что этому человеку говорили Это было неправильно Возможно большая часть из того, что ему было проповедано Это было правильно Но какой-то один момент Подлинно ли сказал Бог, да Был искажён И когда вот есть такое искажение Не работает И если не работает А, всё это вообще как бы не для меня И люди просто уходят от Бога Отворачиваются от них Ну от него И не возвращаются Почему? Потому что думаю, что в общем и целом Это вообще как бы не работает Не действует Не для меня И Идите вы все, короче Вот Но это не так Потому что дьявол может украсть слово Только у того человека Который его не понимает Я иногда записывал свои проповеди Возвращался к ним Через пять лет Смотрю, что я написал И думаю Чего-то я здесь понаписал Ну да Истина в этом есть какая-то Но Меня это вообще не вдохновляет Не как сейчас Я думаю, вот тогда Когда я это слово получал Я думаю, вау, вообще Вот это да Вот это То, что Бог мне открывает Да я сам был вдохновлен Как бы, да И Я там Проповедовал в этот момент Прошло там Полгода Вот там листаешь Эти записи Как бы Смотришь Думаешь Ну да Чечена говорил Ну Вроде бы все правильно Но Вдохновения никакого Почему? Да потому что Записывать это Неплохо Но Когда ты Растишь Так сказать Это слово На бумаге Оно не работает Ты можешь это записать И поставить Понимаешь? Если ты его не понял Если ты его не понял Если оно не провалилось В сердце Если оно не принесло Плод Оно так и останется На бумаге Это все равно Чтобы Чтобы взять это Зерно Да От помидора Посеять его Бросить его Рядом с землей Потом взять бумагу Нарисовать Как помидор выглядит Короче И поставить на пол И все Не поливать Ничего Забыть А потом Подходишь Не растет Короче Открываешь Этот листок С помидором Думаешь Ну да Помидор то есть Но что то Не чувствуется Ни вкуса Ничего Да Не работает Я не знаю Как бы Вот Бывало у вас Так или нет Но я вижу Что Оно не работает Только потому Что оно должно Расти Тогда оно Начинает работать А когда оно Начинает расти Оно начинает Расти Когда Когда Знаете Как написано В Библии Что Пребывайте В слове Пребывайте В слове Да Постоянно Молитесь Да Понимаете У Бога Есть баланс Некоторые люди Которые Приняли это Ну Буквально Они ушли В монасты Ушли в монашество Спрятались там Да Они что то получают От Бога Это точно Но Но при этом Никому Ихний плод Собственно Он не нужен Он там и остается И Плюс Это Не совсем Так Ну Скажем так Что Бог Не предназначил Для нас Только это Потому что У Бога Всегда есть баланс У Него Всегда есть Две крайности Две противоположности Которые Ну Балансируют Истину Посередине И тогда Постоянно Молясь Постоянно Пребывая В слове Постоянно Говорится Что Помышляйте О том Что честно То что Благоразумно То есть Говорится что мы Чтобы мы Не думали О плохом Например Мысли Всякие Могут Приходить В твою голову Но Смотри Важно О том Что ты думаешь Важно Сколько времени Ты проводишь В молитве Важно Ну Как Как Постоянно Ты пребываешь В слове Важно Почему Потому что Именно Это Этот процесс Он И Дает Возможность Росту Слова Которое Ты понял Да И Я тебе могу Сказать Что именно Поэтому Я изменился В самом начале Знаешь Я не изменился Потому что Ко мне подошли И помолились За меня И И все И я исцелился И я больше Я слышал Такие Как бы Истории Что И я почувствовал Что я больше Не наркоман Я что то ждал Когда у меня Такое произойдет И не произошло Но Я знаю Теперь Что я Изменился Благодаря тому Что это Слово Оно Выросло Во мне И оно Освободило Меня От всех Тех проблем Которые у меня Были раньше А произошло Это как Что то Что я Слышал Из того Что я Понял Я Об этом Размышлял Было такое Время Когда я Ехал на работу И Пока в машине Сидел Я читал Евангел Пока я работал Я Размышлял О том Что я Прочитал Я молился Когда я Ехал обратно Я общался С людьми На эту тему С утра До вечера Так было Это Знаешь Это как бы Не было Каким то Религиозным Таким Мышлением Потому что Параллельно с этим Я делал Самые обычные Дева Но Я не уделял Им столько Времени Как например Божьему слову Да Это было Хорошее Время Как бы Да Вон Я помню Саша нам Нашел работу Мы там Бутылки разливали С мылом Жидкое мыло Вот я ездил На эту работу Чистюля Да Там Фирма Такая Вот Я Не был человеком Которому доверяют Что-то Там Сопровождать Кого-то Вот я ездил На эту работу И я Я проводил Время Со словом Всегда Вообще Утром Когда я Просыпался Раньше На час До подъема Мне один человек Говорил Ё-моё Тебе часы Можно сверять Потому что Ровно за час Я просыпался И шел читать Евангелие И я вам скажу Что Не эти усилия Они меня Изменили Меня изменило Слово Божие Которое Выросло Внутри меня Оно Произвело Свою работу Я даже сам Не знаю Но однажды Однажды Я начал Ощущать Дуновение Ветра И его Последствия В моей жизни Потом Это увидели Другие Я не знаю Как это Произошло Но Мы не знаем Как растет Это семя Но понимаешь Нужно создать Условия Для того Чтобы это Произошло Поэтому Вспоминая Об этом Я понимаю Что пребывая В этом слове Постоянно Я получил Какой-то результат От Бога Если бы Этого не было Если бы Я не искал Понимания Для начала То демон Просто Его украл У меня И все Дальше Да Есть какие-то Проблемы Связанные С камнями В земле Когда мы Радуемся Приносим Хороший Результат Так сказать Но потом Трудности Которые Приходят В нашу жизнь Они Глушат Это слово Есть тоже Сорняки И так далее Я понимаю Что я сейчас Например Живу Вот в это время Сорняков Большая часть В моей жизни Состоит в том Что я нахожусь Вот среди этих сорняков И слово Бога Оно не приносит Тот плод Который может Приносить По факту Но я как минимум Знаю об этом И признаю это Тогда я знаю Как бы Над чем мне нужно Трудиться Я знаю Что мне нужно Я точно знаю Что мне нужно Больше пребывать В Божьем слове Да И тогда оно Само принесет Такие результаты О которых я сам Буду в шоке И даже Каждый из вас По отношению К своей жизни Тоже будет удивлен Почему Да потому что Это не мы делаем Это не наши заслуги Это его Ну Слово Божие Имеет потенциал Себе Такой мощный Понимаете И как это работает Непонятно Но это факт Что это работает Это реально работает А мы Понимаешь Мы здесь послушали У нас в одно Луко вылетело Другое вылетело Домой приехали Мы занялись Всем чем угодно Чем попало Да суть не в том В чем мы занимаемся А в том Что ты параллельно С этим Можешь размышлять Можешь молиться Можешь пребывать Можешь разговаривать Можешь понимать Можешь практиковать Параллельно с этим И тогда Слово начинает действовать А Иисус В свою очередь Он сделал для этого все Он когда был явлен Израилю Возле реки Иордан Когда Иоанн Креститель Крестил людей То весь народ Пришел туда Написано Что когда весь народ Пришел Явился Иисус Они все крестились И потом Иисус явился И я думал Ну зачем Иисусу Христу нужно было Креститься Чтобы показать нам Пример На самом деле Нет Он говорит Пусть исполнится Всякая правда И так было Вот в самом начале Алексей начинал собрание С того что Приносилась жертва Каждый год И священник он входил Во святое святых Он мог иметь общение С Богом Но Раньше Чтобы это сделать Раньше чем войти Ему нужно было Принести жертву За себя И жертву за народ И вот одна из жертв Она была там Как бы Два козла Которые Священник брал У народа Вот От народа брал И Один козел Он Приносился в жертву А другой козел На него Священник Возлагал руки Возлагал грехи Всего народа И после этого Он Выбирался человек Который отправлял Его в пустыню То есть Этот козел Так называемый Козел отпущения Слышали такое выражение Вот этот козел Козел отпущения Оказывается И Это то что Произошло с Иисусом Иоанн Возложив на него руки Понимаешь После этого После того как Его крестил И Когда он вышел Из воды После этого момента Да И Иисус говорит Услышали голос Бога Что это сын мой Возлюбленный Понимаете После этого Марк Почему я раньше Сказал о том Что разные Евангелисты Они видят по разному Марк Он говорит Что После этого Дух Выгоняет его В пустыню Понимаешь И вот я увидел Как Марк Понимает Эту ситуацию Что он Понимал Это событие Таким же образом Что Иисус Был Изглан Изглан В пустыню Туда Как козел Отпущения Дальше Иисус Конечно Он Он все Сделал Он Он Как священник Аарон Например Должен был иметь Льняные Одежды Как священник Иисус Вы знаете Да Что у него был Льняной хитон Полностью Сотканный Да Он Уподобился Этому священнику Иисус Также умер На кресте Он был принесен В жертву Как агнец Но Вот В этой части Он просто взял Вот эти грехи И он унес В пустыню Да Там Он встретился С дьяволом И вот там Там Он забрал Эту власть У дьявола Потому что Дьявол его искушал Точно так же Как Адам и Ева Как Адам и Ева Искушал дьявол Он говорил им Что они Что-то не имеют Чего Могли бы иметь Понимаешь Вот как бы В чем его искушение Он им сказал Что вы имеете Тут Все Но Могли бы иметь Больше А вообще Как бы это было Сделать достаточно Сложно Нужно Иметь Большую хитрость И придумку Чтобы так Поступить Потому что Когда дьявол Искушал Иисуса Христа Он ему Рассказывал уже Про то Что на земле Оно имело место быть Он ему говорил Что Ну вообще-то это Если ты хочешь Да Возьми и поешь Какая проблема Если ты сын Божий Да Он сам На что он сомнения ставил Если ты Сын Божий Понимаешь То есть Я про что я говорю Что когда ты Когда ты Начинаешь Ощущать Это веяние В своем сердце В своей жизни Внутри себя Еще никто этого не видит А ветер уже дует Ты уже возрожденный человек Ты скажешь Я не чувствую Ничего такого Что делает Что делает меня Каким-то особенным И так далее Ты начинаешь Слышать слово В сердце твоем Понимаешь Ты начинаешь Видеть Необычные вещи То что ты раньше Не замечал Ты начинаешь По-другому реагировать Что-то начинает Происходить Из духа приходит Понимаешь Ты дух не можешь Потрогать Пощупать Ощутить Как он себя чувствует И так далее Но последствия Из этого духа Который Дарован тебе От Бога Как верующему Человеку При новом рождении Ты можешь ощущать И вот здесь Начинается Вот эта Песня Если ты Сын Божий Да Да никакой Ты не Сын Божий Потому что Если ты Сын Божий То у тебя Было бы это И это Ты бы Вот это имел Вот так бы думал Ты бы так не поступал А вот здесь Сделал бы по-другому А ты вообще Не удачный Какой ты Сын Божий О чем вообще речь Да И здесь Он Иисус Христу Говорит Вообще Если ты Сын Божий Что у тебя Еды-то нет Ходишь здесь Сорок дней Как бы Да И На нужду Понимаешь На то что На то что А тебе вообще Что-то не хватает Ну ты вообще-то Как бы Заявляешь Что ты Сын Божий Но что-то по тебе Не скажешь У тебя есть гардероб Только майка И штаны И все Как бы А Библия говорит Что Бог сказал Что не заботясь Ни о чем Вас буду одевать Круще Чем Соломона И И И И тогда Ну Павел Мне нравится В этом отношении Да Он имел полное Откровение Что Он говорит Мы Ничего не имеем Но всем Обладаем На самом деле Это Понимаешь То что Мы сейчас Видим Это все Тленное Это появляется И исчезает Но Иметь Иметь В своем сознании Менталитет Иметь В своем понимании Что ты Сын Бога И что Внимание Тебе вообще Принадлежит Все Как Наследнику Ты Так О себе Думаешь Вообще Это все Твое Все Что есть Не только На земле Вообще Во вселенной Мы Так О себе Думаем Вообще Нет Понимаешь В чем Разница А Дьявол Прям Вот Павел У него Это Покровение Он говорит Мы Ничего Не Имеем Но Мы Всем Обладаем Мы Всем Обладаем Это Все Наше Это Вообще Все Нам Принадлежит Другое Дело Что Тебе Кажется Что Это Не Так Знаешь Почему Потому Что Вообще Мы Сами Передали Адам И Ева Передали Эту Власть Дьяволу И Тогда Он Полностью Управляет Тем Что Мы Сейчас Видим Почему Потому Что Мы Передали Эту Власть Сами Своими Руками Не Мы Адам И Ева Понятно Но Иисус Забрал Эту Власть Там В пустыне Он Забрал Почему Потому Что Иисус Сказал Да Мне Вообще Хватает Того Что Есть У Меня Потому Что Ты Не Понимаешь Но Вообще Вся Вселенная Мне Принадлежит И Поэтому Он Говорит Да И Не Словом Одним Живет Человек Не Хлебом А Всяким Словом Сходящим Он Говорит Тебя Вообще Признания Не Хватает Иди Сбрось С храма Когда Увидишь Что Ты Летишь Подумают Это Да Это Иисус Но Он Говорит Да Не Мне Признания Как Не Надо Зачем Я Буду Искушать Бога Он Говорит Ну Вообще То Что Тебе Не Хватает Это Власть На Этой Земле Потому Что Посмотри На Себя Как Ты Выглядишь Ты Сын Божий Ты Вообще В чем Один Давай Поклонись Мне И Все Царства Твои Я Тебе И Дам И Тебя Будут Почитать Как За Царя Тогда Понятно Будет Кто Ты Понимаешь У Иисуса Была Борьба Сложнее Чем У Адама И Евы Потому Что Адам И Ева Имели Пищу Всегда Они Не Были Там В У Них Им Не Нужна Была Власть Какая Потому Что Там Не Было Никого Кем Нужно Было Управлять Только Эдемский Сад И Звери Которые Им Подчиняются Все Было У Них Вся Власть Все Признание Полное Обеспечение Божие Но Дьявол Там Придумал Как Это Сделалось Как Он Это Сделал Вам Не Хватает Вообще Чего То Все Равно Вот У Вас Как Все Есть Но Вам Не Хватает Вообще Это Познание Вы Могли Быть Как Боги Вообще Его Тактика Не Изменилась Сегодня Тебя И Меня Гораздо Проще Искусить Чем Если Ты Сын Божий Ну Ты Вообще Вот Это Должен Иметь Или Вот Это Должно Быть И Тогда Получается Что Он Тебя Как Приман Водит Туда Сюда Но Осознание Того Что Вообще Я Уже Все Имею Освобождает Сюда От Этого И Здесь Не Какая Это Игра Разума Нет Если Это Просто Твоя Игра Разума Такая Это Бред Это Откровение Которое Было У Павла Ничего Не Имеем Но Всем Обладаем Павел Так Жил Но Тогда Были Сейчас Есть Достаточно Богатые Люди В материальном Отношении И При Этом Они Верующие Спасенные Свободные В Матфея 23.9 И Отцом Никого На земле Не зовите Вас Лишь Один Небесный Отец Вот Когда Мы Понимаем Как Минимум Стараемся Понять Что Хочется Сказать Слово Бога Оно Не Говорит Тут Ничего Другого То Если Ты Рожден От Бога То Ты Вообще Новое Творение Никого Не Называй Отцом Это Означает Что У тебя Статус Нового Божьего Человека Человека Который Как Иисус Он Первенец Из Многих Братьев Но Каждый Возрожденный Он Как Иисус Точно Такой Же Во всех Отношениях Понимаешь Даже Говорите Что Никого Не называй Себя Отцом На этой Земле Почему Потому Что Иисус Был Рожден У него Отец Был Небесный И Бог Сказал Это Вот Сын Мой Возлюбленный Он Был Рожден От семени Прямо От Бога Мария Зачела Ты понимаешь Что с нами Произошло То же самое Чудо Тот Кто Видит Эти проявления В своей жизни Последствия ветра Ты пойми Что мы В таком же Статусе Божий Понимаешь Сын Тебе вообще Принадлежит Вся Вселенная Это Это Первый раз Когда ты это слышишь Это вообще Трудно вместить Потом Если ты Начинаешь Об этом Размышлять Это Ну Как-то Непонятно Но Чем больше Ты об этом Думаешь Чем больше Ты общаешься На эту тему С Богом Чем больше Ты читаешь Библию И стараешься Увидеть это В Библии Тем Глубже Корни Семени Вот этого Что ты Божий Сын Внутри Твое сердце И тогда Со временем Начинает Расти Расти Царство Небесное Внутри тебя И приносить Свой плод Тогда Это становится Реальностью Такой же Как это стало Реальностью У Павла Что мы Ничего не имеем Но всем Обладаем Понимаешь И посмотри На жизнь Павла И ты понимаешь Что он Не просто Болтал Он понимал То о чем Он говорит И Поэтому Представляешь Насколько Как бы Ну Насколько Это вообще Серьезно Да И это Действует Вот только В том случае Если это сеется Вовнутрь тебя Вот это вот Утверждение Да Что Мы рождены От Бога Что Мы вообще Как бы Дети Божьи Вы знаете Когда Мы слышали Блудный сын Он Вообще Пришел в себя Первое Что ему Пришло в голову Это Это то Что он Сын У него есть Отец Дом Понимаешь Это первое То что он понял То что Там Потом пришло Ну приду Там буду Просить прощения Там Я недостой И так далее Но первое Что он понял Это что он Сын У него Есть живой Отец У него Есть дом Куда вернуться И он думает Зачем я вообще Страдаю Да И вот это Откровение Понимаете Вот это Притча Присосители Это самое Первое Что человек Должен Уяснить Он говорит Если вы Этой Притчи Не понимаете Все остальное Тоже не поймете Почему Потому что Вот это слово Что ты Сын Божий Например Оно должно Вырасти В твоей жизни Любое слово Бога Любое утверждение Любое благословение Да Любое слово Оно должно попасть В твое сердце И оно должно Вырасти И это И это Последствия Вот понимания Вот этой Первой притчи Да Которую Иисус рассказывал Если Эта притча Не работает В нашей жизни Из нее Вырастает Все остальное Вообще Вся мудрость Да Весь успех В жизни Вся победа Из этой притчи Вырастает Почему Потому что Слово Само делает Эту работу А Мы Как Ну Как это Видим Как Задумайтесь Как вы думаете Как работает Слово Бога В твоей жизни Что ты Услышал Да Какую-то истину А Аллилуйя Слава Богу Потом еще За меня Помолитесь Как бы Помолились Все Должно Произойти Чудо Все Все нормально Как бы Чудо Произошло Там Я не знаю Сцелился Освободился Что угодно Сделал Пошел дальше Жить Пошел дальше Жить Опять Мы же Плинки Да Или Опять Ну Разочарован Почему А потом Слышишь Опять истинное Думаешь Да Вообще Я это Слышал И оно Действительно Меня вдохновляло А куда Это делать Сейчас А куда Это делать Сейчас Да просто Ты не понял О чем У тебя Речь Вот это И делать А куда Поэтому Иисус Он победил Победил Дьявола В пустыне Он забрал У него Эту власть Когда Дьявол Он ему Предложил Он ему Говорил Что тебе Не достает Чего Он говорит Все Мне достает Все У меня Есть И пища У меня Есть Которая От Бога И Мое Упование Оно На Бога Да И Служить Я буду Богу Все У меня Есть В этот Момент Он На самом деле Забрал Власть Он до Конца Своей Жизни Ни разу Не проиграл Дьявол Ни разу Он не Принял То что Давал Ему Дьявол Потому что Это не было Истиной И иногда Это было Похоже На истину Но там Всегда Была Примесь Ядовитая И это Было Ненастоящее И тогда Иисус Он Прошел Весь Путь Жизни Он умер Он воскрес Мы можем Просто Пользоваться Этой Победой Теперь Вообще В наших Руках Как бы Вот это Решение Скажем так Либо Ты позволяешь Дьяволу Обманывать Тебя Либо Нет И все Зависит Знаешь От чего От того Знаешь Ты истину Или нет Вот если Ты истину Знаешь Она тебя Освобождает У него Нет никакой Власти Больше Иисус Забрал Эту власть Бог Изначально Дал Всю власть Людям Всю власть Дал он человеку И Иисус Эту власть Вернул Он вернул Ее тебе Как Божьему Сыну Если ты Рожден Понимаешь И Это действительно Как бы Ну Мощное Утверждение В котором Мы Как верующие Должны Возрастать То есть Как бы Расти В этом В этом Утверждаться В этом Убеждаться В этом Должен быть Наш корень Что мы Дети Божьи И что Вообще Это несет В себе Какую Какую Власть Это несет В себе Он говорит Так что Даже Вы не называйте Вообще Отцом Никого Здесь На земле Мы новое Творение Понимаете Иисус вообще Умер за нас Умер Получается Павел говорит Что если Он умер То все С ним Умерли И если Есть дух Так вот Знай Что Кто Принял Иисуса Христа Он Рожден Напрямую От Бога От нетленного Семьи И твой Отец Это Бог И У тебя Есть такая Власть Которая Сконцентрирована В этом Слове Которую Ты Не найдешь Больше Нигде Вы знаете Когда Ной Он сел В ковчег Богу Нужно было Уничтожить Весь мир Потому что Мир был Злой И Столько Было Зла Что он Был Вынужден У него Уничтожить Это тоже Интересный Момент Потому что Мы с вами Уникальную Возможность Сегодня Ходить В свободе И этой Возможности Не было У Тех Людей У того Народа Потому что Дьявол Порабощал И порабощал Навсегда То есть Сейчас Например Получить Освобождение От Бесовской Зависимости Нет Проблем Человек Познает Истину И Дьявол Уходит И бес Уходит В ветхозаветные Времена Богу Приходилось Уничтожать Целые города Потому что Люди Были Одержимы И они Не могли Освободиться Не могли Невозможно Было Это сделать Содом и Гамора Были уничтожены Другие Какие-то Народы Почему Которые Приносили В жертву Детей Это люди Которые Целые Целые Потому что Нас Нас бы Нас бы Нас бы Нас бы Другого Выхода Не Оставалось Полностью Одержимы Люди Понимаете И Ной Когда Вошел В ковчег От Нас и эти вымыслы, это то, что ученые доказали. И вот в ДНК, у определенного рода есть ДНК, куда заложены все вот эти вот формы, как они называются, породы, которые выводятся тем или иным образом или способом. И вот Ной взял там две собаки, из них произошли все остальные. Он же не забрал всех псов, которых мы сейчас видим. Ну, нужно это понимать. А как это произошло? Как мы сейчас видим, опять такое многообразие разных людей. Все эти люди, они вышли из одного потомства, из потомства Ноя. Сейчас больше семи миллиардов на планете, и все разноцветные. И ни у одного нет одинаковых отпечатков пальцев. С животным миром то же самое. Это все вышло. Однажды Бог был вынужден уничтожить Землю. А потом, вы понимаете, какое слово Бога, какой имеет потенциал? Это то слово, когда Он когда-то сказал, когда творил. Будет так, и будет так, и будет так. И вот в этом слове, там в нем было заложено все. Там все ДНК было заложено для каждого рода. Там собак, птиц и так далее. Что потом Бог уже не говорил, и так будет. Нет. Уже это было. Он просто это взял, потом все вышли на сушу, да? Начали, как говорится, плодиться и размножаться. И вот сейчас мы видим результат. Это все заложено, вовнутрь слово было. Понимаешь? И вот в эту весть, что ты есть Сын Божий, заложено то же самое. Ты сейчас не представляешь себе, какой мир может выйти из тебя. Я имею в виду мир, как жизнь. Жизнь была свет для людей. Почему? Потому что, если посмотреть на Ной в ковчег, тогда тоже не особо, наверное, красивое зрелище. Какая-то квадратная бочка, помазанная там этим, черной смолой, там и все. А в ней какие-то звери там. А из этого произошло все многообразие, которое мы сейчас видим. Понимаешь? Слово Божие, оно имеет потенциал. Вот это слово, которое говорит здесь, что вы не называете никого отцом. У вас Отец, Бог. Это, понимаешь, это трудно понять, когда ты первый раз это слышишь, второй раз, третий раз. Но чем больше ты пребываешь в этом, тем больше ты размышляешь над этим. Тем больше ты обращаешься к Богу с этим, как с вопросом и так далее. Тем больше это становится реальностью в твоей жизни. И это начинает само, само выходить из тебя. Вот этот плод, он начинает сам выходить из тебя, понимаешь? Поэтому, когда все внутри, в твоем духе сокрыто и не выходит, ты как новое рождение есть, в твоем духе ты новый возрожденный человек, там сокрыта вот эта вся власть Божьего ребенка. Если это не выходит в этот физический мир, если это не наполняет твое сердце, не наполняет твой разум, не наполняет твои дела, не наполняет все вокруг, то это не потому, что у Бога какие-то есть проблемы с тобой. Это потому, что ты не активируешь то, что есть внутри тебя. То есть ты не сеешь вот это слово, не сеешь, которое слово есть в твоем духе, это семя, оно не сеется в почве, в твое сердце. Понимаешь? Внутри тебя есть это слово. Оно должно быть посеяно в твоем сердце, и оно само принесет плод. И это каждый раз должно происходить. То есть это нужно из твоего духа возрожденного вытаскивать и насаждать в своем сердце. Происходит это, я знаю, три способа. Это чтение и размышления над Словом Божиим. Это молитва в духе, когда ты молишься на иных языках. И это прославление и поклонение. Это то, что позволяет Слову сеяться вовнутрь тебя и расти. Все остальное само происходит. Понимаешь? Собакам не нужно было задумываться, как им произвести другую породу от себя. Они просто плодились, размножались и все. Людям тоже не нужно было задумываться. Вышел Ной с семьей и все. Получилось так, что сейчас 7,5 миллиардов от них только. Совершенно разных людей. Разные нации, разные народы. Не надо было задумываться, как это сделать. Мы даже не представляем, какой мир внутри нас. Он внутри нас, в нашем духе. Проблема в том, что мы не можем его пощупать, мы не можем его потрогать. Не можем, потому что плоть это плоть, а дух это дух. Это две разные субстанции, это два разных мира вообще. И вот из духовного мира, потому что Бог есть дух, оттуда выходит и начинает выражаться в физическом мире. Понимаешь? Но совместить это по-другому никак у тебя не получится. То есть ты не найдешь определения, определения тому, кто ты есть, внутри себя. Как только через веру. Понимаешь? Вот то, что ты слышишь, то, что ты читаешь. Ты только можешь поверить. Поверить. Принять веры. И сеять. Сеять и поливать. И это начнет приносить плод. Плод в твоей жизни. Растворять веры. Обязательно. Растворять веры. Без этого никуда. Ну вот, как бы, пока я думаю, все, хватит. Субтитры сделал DimaTorzok